Всем привет, меня зовут Сергей. Сегодня мы сделаем вот такую абстрактную анимацию. Для начала открываем блендер. Жмем А, удалим все. Добавим в цену плоскость, увеличим ее в 5 раз. Повернем по оси Х на 90 градусов. Добавим систему частиц. Поставим тип Hair. Увеличим длину и количество сегментов. Идем в настройки рендера. Поставим вот эти галочки. Во вкладке Hair меняем Hair Shape Type на Strip. Идем в настройки системы частиц. Во вкладке Hair Shape меняем значение диаметра root и тип. Для обоих ставим значение 1. Снимаем галочку с Close Tip. Во вкладке Viewport Display значение Strand Steps ставим разум 6. Настроим материал. Идем в Shading. Жмем New. Меняем цвет. Поставим металлик на максимум. Добавим ноду Mix Shader. Добавим Emission. Соединим их. Теперь добавим Color Ramp. Продублируем ее. Одну ноду подключим к Emission, другую к Mix Shader. У ноды, которая подключена к Emission, меняем цвета. Добавим ноду Hair Info. Подключим ее к обеим нодам Color Ramp. В Color Ramp меняем значение интерполяции с линейной на Констант. У ноды Emission увеличим силу. Отрегулируем количество свечащихся полос. Теперь добавим сцену несколько объектов. Жмем Shift A. Добавляем свет, Tip Point, камеру, кривую под названием Крупзе и поле силы Турбулентность. Выбираем кривую и дублируем ее. Одну кривую увеличиваем и сдвигаем, чтобы система частиц была по центру. Убираем в Outline Reset. Назначаем ему Constraint следовать по пути. В поле Target выбираем кривую, которую мы увеличили. Идем в первый кадр. В Constraint в поле Offset ставим ключ. Идем в последний кадр. Offset меняем на 100 и ставим второй ключ. Идем во вкладку Анимация. Меняем тип кривой с бездие на линейный. Теперь свет у нас движется равномерно по кривой вокруг системы частиц. Меняем силу света и его цвет. Дублируем свет. Идем в первый кадр. В поле Offset Constraint меняем значение на 25 и ставим ключ. Идем в последний кадр. Ставим значение 125 и ставим еще один ключ. Повторим эти действия еще два раза. Значения Offset в начальном и конечном кадрах должны быть минус 25 и 75 для третьего источника света и минус 50 и 50 для четвертого. Теперь у нас 4 источника света, совершая круг у круг системы частиц за 250 кадров. Поменяем цвет у источников. Выберем в Outliner вторую кривую и турбулентность. Сдвинем их. Делаем с турбулентностью те же действия, что и со светом. Назначаем Constraint, прикрепляем ко второй кривой, ставим ключи в первом и последнем кадре. Меняем тип анимационной кривой с бездие на линейный. Теперь система частиц у нас движется. Скорость этого движения мы можем регулировать размером кривой, по которой движется турбулентность. Настроим у турбулентности силу и размер. Выставим камеру. Идем в систему частиц и увеличим их количество до 5000. Это надо делать, когда уже все настроено, чтобы компьютер не тормозил. Идем в Output Properties, выставляем пульс сохранения и формат файла. В настройках рендера поменяем контраст. Жмем Render. Ставьте лайки, подписывайтесь и напишите в комментариях, какие бы вы уроки хотели увидеть в будущем. Всем пока, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok